Говорит, для того, чтобы армяне были счастливы в Армении, Армения должна отказаться от диаспоры. Вы представляете? И я вам скажу, Пашинян пошёл и на это. Пашинян говорит, что вообще-то армянское государство и армянская политика – это не для того, чтобы интересы диаспоры продвигать. У вас свои интересы, у нас свои интересы. Это чудовищно. Но это о чём говорит? Этот бедный, несчастный народ сидит и в тряпочку молчит. Почему? Потому что во время 44-дневной войны огромное количество людей уничтожили, народ запугали до смерти. И народу говорят, или вы соглашаетесь со всеми требованиями, или будет война. И недавно по поводу этих четырёх деревень в Тавушском районе Пашинян говорит, или мы эти четыре деревни должны отдать, или будет война. То есть он терроризирует народ этой войной. То есть он сам подверг всем этим бедствиям государство, разрушил армию, потерпел сокрушительное поражение, и этим же он шантажирует армянский народ. Ты уже... Война кончилась уже четыре года. Где твоя армия? Где твоя экономика? Где твои вооружённые... Где дух народа, который должен был собраться и решить вопросы, с которыми этот народ сталкивается? Во время Первой войны Вазген Саркисян, который сказал, когда была чрезвычайно критическая ситуация во время войны, Первой Карабахской, он сказал, собираемся, отряд смертников, идём или победить, или погибнуть. Поехали, отстояли, выиграли. А почему? Я скажу очень важную вещь. Эти чудовищно неграмотные, невежественные идиоты в Армении, которые говорят все беды от Советского Союза и от России для Армении, это Советский Союз, советское воспитание создало вот этих людей. Это то последнее советское поколение, воспитанное на этих принципах патриотизма, принципах готовности к самопожертвованию, высокой духовности. После это всё пропало, потому что... Ну, рынок. К чему призывает рынок? Граб, ну, что не так лежит, тоже граб, всё граб. И какие духовные ценности? Какое самопожертвование? Это чудовищно. И поэтому, пока в Армении не образуется костяк, ну, как при Возгейне Сарксяне, вот костяк пассионарных людей, готовых пойти на самопожертвование ради Родины, ради государства. Ничего не будет. Вот, сдаётся тотальная сдача армянской дипломатии последних шести лет всего, что составляло сущность армянского народа. Сдача в Карабаха и сдача сегодня подготовка к сдаче Армении. А оставаясь в космическом одиночестве, эти фантастические мечтания, идиотские, там, про Францию, Европу, там, Америку и так далее, и ещё, создавая вражеские отношения с Россией, они, по-моему, пока что не понимают, в какую ловушку они народ и государство загоняют. Сами-то идиоты думают, что им удастся на каком-то самолёте улететь, украшенные деньги с собой взять и всё. А кто будет отвечать за это государство, которое погибнет? Потому что, а как оно будет существовать? Они не понимают, что получить государство в подарок, а Советский Союз рухнул, все получили 15 республик, эти государства как подарок. А удержать государство, создавать дееспособные институты, государственные армию, принимать решения и отвечать за эти решения, это совершенно разные вещи. И очевидно, что эти люди на это не готовы. Вот почему необходима смена власти и выработка тогда новой и внутренней, и внешней политики, чтобы совсем не было на грустной ноте. Несколько лет назад, после парада на Ереванской площади, когда ещё армянская армия считалась лучшей армией в регионе, армянское государство – лучшее государство, а рядом failed state – Азербайджан, Грузия там и так далее. В присутствии многих людей я сказал, знаете, я хочу вам один тост сказать, и я хочу это воспроизвести сейчас. Если верить Гамкрелидзе и Иванову, которые опубликовали и стали последними лауреатами Ленинской премии ещё до распада Советского Союза, индоевропейский язык и индоевропейцы, в соответствии с их концепцией, 100 печатных листов – это два вот таких кирпича, они определили, что на основе анализа языка, они определили, что в пятом-четвёртом тысячелетии в армянском Нагоре образовался индоевропейский этнос и оформился индоевропейский язык. Так вот, если это правда, я всегда говорю, значит нашему народу 7 тысяч лет. И дальше я отмечаю, но армянскому государству, дай Бог, тысячи пятьсот, и то я накидываю на пару-тройку сотен лет больше, потому что, ну, ещё Киликиевская Армения и так далее. Так вот, я хочу пожелать, при всей критической ситуации в существовании армянского государства армянского народа, я хочу пожелать, чтобы мы общими усилиями, а это уже Арар Шарич сказал, свои там подходы есть у других, может быть, чтобы мы общими усилиями сделали так, чтобы разрыв между историей народа армянского и историей армянского государства не увеличился. Спасибо. Спасибо, Андраник Мусесович. Субтитры создавал DimaTorzok